МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика. О главных новостях региона расскажут мои коллеги и я, Ирина Волкова. Смотрите сегодня. Наше решение продолжается голосование по поправкам в Конституции России. Стационар на дому. В Чебоксарах создали специальный центр для диагностики и консультирования пациентам с коронавирусом. Буренки-кормилицы. В республике продолжают выплачивать субсидии производителям молочного сырья. За пять дней почти 40 миллионов россиян успели отдать свои голоса. В Чувашии, как и по всей стране, продолжается голосование за поправки в Конституцию. Голосование проходит на избирательных участках, на дому или на открытом воздухе. Большое внимание уделяется безопасности. Точки голосования обеспечены дезинфицирующими средствами, одноразовыми наборами, состоящими из перчаток, масок и ручек. Мы пока идем в среднем с результатом 10% в день. У нас за 4 дня проголосовало 40,16% от количества избирателей, включенных, зарегистрированных на территории Чувашской республики по состоянию на 1 января. Голосование в Чувашии проходит организованно и без явных проблем, отметил Александр Цветков. Напоминаем, избирательные участки работают с 8 утра до 8 вечера. 1 июля – последний день их работы. Объявлен выходным, чтобы работающие смогли принять участие в голосовании. С какими ожиданиями идут люди на избирательные участки, сегодня выясняла наша съемочная группа. Предлагаемые поправки в Конституцию затрагивают самые важные стороны жизни граждан и общества в целом. Свобода вероисповедания, возможность сохранять национальную аутентичность – это наш духовный фундамент. Это все поправки для народа, для будущих наших детей и внуков. И надеемся, конечно, на Бога, что это вводится в жизнь. Участие в голосовании свободное вылезе явление каждого человека. Каждый человек свободно решает идти или не идти на голосование. На данный момент я исполнил свой гражданский долг и обращаюсь ко всем единомерцам с призывом проявить свою гражданскую активность и не оставаться равнодушным в решении будущего нашей страны. От духовного к материальному. Поправки, касающиеся территориальной целостности страны, принимаются в интересах будущих поколений. Эти поправки необходимы всем нам, каждому из нас, нашей семье, нашим детям, нашему окружению. Поэтому нам необходимо выразить солидарную волю людей для того, чтобы страна была крепче, для того, чтобы страна была увереннее, для того, чтобы мы с вами жили с ощущением здорового оптимизма на многие годы. В стране у нас происходят очень важные события, которые будут, скорее всего, определять нашу жизнь на ближайшие десятилетия. Если мы хотим, чтобы общество развивалось дальше, динамично и соответствовало развитию окружающего нас мира, конечно, нужно прийти проголосовать. Александр Соловьев, Андрей Спиридонов, Дмитрий Скрипченко, Республика. Еще две политические партии определились с кандидатами на пост главы Чуваши на предстоящих в сентябре выборах. Конференции провели ЛДПР и КПРФ. На конференцию ЛДПР в Чуваши прислали делегатов все местные отделения партии. Первый и главный вопрос в движении кандидата на выборы главы Республики решился достаточно быстро и без каких-либо споров. У ЛДПР большой опыт участия в выборных кампаниях различного уровня. Это одна из старейших парламентских партий. По единодушному мнению участников конференции, в борьбу за кресло главы Чуваши должен включиться руководитель фракции ЛДПР в Госсовете Республики Константин Степанов. Наша программа, она богата вещами, проверенными уже в реальной жизни. У нас есть губернаторы в других субъектах. Это и Смоленск, это и Владимирская область, это и Дальний Восток. И там мои коллеги показывают определенные успехи. Поэтому программа, безусловно, будет базироваться на общей программе партии, безусловно, с нюансами на Чувашскую республику и на ту ситуацию, которая у нас есть в Чувашской республике. Случайно или нет, в работе 65-й конференции Чувашского республиканского отделения КПРФ участвовали 65 делегатов. Основным в повестке дня был вопрос о выдвижении кандидатуры на должность главы Чувашской республики. КПРФ будет участвовать в выборах как ведущая оппозиционная сила в республике. Будущего кандидата обсудили во всех первичных, районных и городских отделениях партий на пленуме Комитета республиканского отделения КПРФ. Мнение участников конференции озвучил делегат из Аликовского района, предложив кандидатуру Александра Андреева как самую достойную и подготовленную. По результатам тайного голосования во всех бюллетенях значилась фамилия Андреева. С 2005 года в политике был депутатом Кугейского сельского поселения, потом трижды избирался депутатом Чебоксарского района и с 2016 года являюсь депутатом Государственного совета Чувашской республики. Программу мы практически уже сформировали и сейчас еще собираем наказы наших избирателей через райкомы, через горкомы и дорабатываем эту программу. В День молодежи в Рио главы Чувашии встретился с волонтерами. Ребята рассказали Олегу Николаеву о своей работе, проектах и планах на будущее. В Рио главы Чувашии ждали в Центре молодежных инициатив за круглым столом с чаем. Так, в неформальной обстановке волонтеры рассказали, как они работают в нелегкое для всех время. В июне по инициативе Олега Николаева в республике учреждены почетная грамота и нагрудный знак за развитие добровольчества в Чувашии. Я бы хотела бы, пользуясь случаем, наверное, от всех волонтеров Чувашской республики с особой теплотой, искренностью, признательностью, выразить вам огромную благодарность за то, что у нас в регионе появилась своя награда. Даже не награда, наверное, я бы сказала, наградной фонд для поощрения активных волонтеров. Ведь каждый волонтер, который является частью волонтерской жизни, он вкладывает туда свою душу, свое сердце. И работая на том или ином социальном направлении, конечно же, для них это очень большой плюс. Это для них очень круто знать, что республика тоже ими гордится. Политика, образование, медицина. У добровольцев еще много новых идей и проектов в самых различных сферах. В республике планируют создать ассоциацию молодежных объединений, которая станет единым пространством, к примеру, для подготовки управленческих кадров. Успех, большой успех, зависит от того, как каждый на том месте, где он работает, осуществляет свою деятельность, будет эффективным и работать с самодонной самоотдачей. Тогда будет точный результат. Потому что государство – это большая машина, большой механизм. А мы все некие агрегаты, элементы, которые взаимодействуют. И вот насколько мы будем очень эффективно взаимодействовать и передавать друг от друга этот импульс, тем слаженнее будет работать весь организм, весь механизм, и дальше будем двигаться вперед более, скажем так, стремительно. В ближайшие четыре года Чувашия должна совершить экономический рывок и догнать более развитые регионы России по качеству жизни и по уровню благосостояния жителей. План действий прописан в индивидуальной программе развития региона. Но для этого региону нужны профессионалы своего дела и сильный лидер. Волонтеры с кандидатом уже определились. Я лично сам готов встать на подписную, пройтись по своему району, по Ядринскому району, который соседний с Красночитайским, с вашим родным, не вот Ядринский, и поработать в этом направлении для того, чтобы как-то поддержать, помочь. Не просто вот в этом кабинете, в этой аудитории прекрасный Центр молодежных инициатив, но чтобы это было публично, народно. Спасибо большое. Активная молодежь Чувашии готова вас поддержать, готова вам оказать свою поддержку. Вы можете смело на нас рассчитывать, как на нас, так и на нашу поддержку. Спасибо вам большое. Давайте работать вместе. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика. С 1 июля в Чувашии повысятся тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Электроэнергия на 3,9%. Природный газ 2,8%. Обращение с ТКО на 0,7%. Такие цифры озвучены сегодня в ходе еженедельного совещания в Доме правительства. Среднее изменение тарифов на услуги теплоснабжения для населения Чувашской Республики составит не более 3,7%. Водоотведение горячего и холодного водоснабжения не более 4,6%. Размер платежей граждан зависит от набора коммунальных услуг, формируется из двух составляющих – из объема потребления и тарифа. И несмотря на то, что цены на ЖКХ в Чувашии одни из самых низких в Приволжском федеральном округе, Республика продолжает оказывать помощь тем, кто нуждается. В целях социальной поддержки республиканского бюджета Чувашской Республики на 2020 год на предоставление субсидий на оплату жилого помещения коммунальных услуг гражданам в случае доли расходов их совокупного дохода превышает 22%, предусмотрено 253 миллиона рублей, что на 5,5% больше заложенной суммы в 2019 году. По итогам 5 месяцев текущего года субсидий получили 40 739 человек на сумму 121 миллион рублей. И в связи получения субсидий прям пройти по процедуре и в контексте уже принятых решений по минимизации предоставления документов гражданами, различных справок и так далее, подтверждающих документов, посмотреть, что там еще необходимо и можно упростить. За предоставлением субсидий на оплату ЖКХ необходимо обращаться в органы социальной защиты по месту жительства. Квитанции же с новыми суммами к оплате жители Чувашии получат в августе. Ольга Алексеева, Игорь Зверев, Республика. В республике продолжают выплачивать субсидии производителям молочного сырья. Право на них имеют граждане, ведущие личное подсобное хозяйство и содержащие коров. Субсидия – форма поддержки селян в сезон большого молока, чтобы возместить им убытки из-за снижения закупочных цен. Единовременные выплаты на одну корову – 2300 рублей, на двух по 3300, на трех и более по 4300 на каждую корову. Для получения субсидий необходимо подать заявление в администрацию поселения. Схема работает. Если в начале ежедневно мы давали по 100-150, а прошлой неделе 750 человек ежедневно могли получить эти выплаты, то сегодня уже получат полторы тысячи человек эти выплаты. Здесь хотел бы попросить немножко ускориться руководителей районов вместе с главами поселения и ветслужбу. С банками доп. соглашения заключены, мы отправляем реестр, они перечисляют. В течение двух недель основные деньги, задача довести до лично подсобных хозяйств. Коронавирус – диагноз, с которым врачи столкнулись впервые. Решать проблемы и корректировать методы лечения пришлось, что называется, на ходу. Учитывая, что пациенты по-разному переносят заболевания, встал вопрос о разных формах оказания медицинской помощи. В поликлинике номер 2 Центральной городской больнице создали специальный центр для диагностики и консультирования пациентов. Повышенная температура, легкая дышка, слабость. С такими симптомами пациенты обращаются к участковому терапевту. В день 60-70 человек проходят обследование с помощью компьютерной томографии. Этот метод помогает выявить болезнь на ранней стадии. Меня из больницы увезли на скорой, госпитализировали, я прошел курс лечения. Спасибо врачам за то, что, скажем так, своевременно, в этот сложный период, когда эта болезнь неизвестна, все-таки сделали свою работу оперативно, госпитализировали. Я сейчас восстанавливаюсь, восстанавливаюсь уже три недели после выписки. И, соответственно, надеюсь, что все будет нормально дальше. Желаю всем здоровья. Помимо соблюдения обычных мер предосторожности, измерения температуры на входе, маски, перчатки, социальная дистанция, в поликлинике разработали специальные маршруты, чтобы люди друг друга не заражали при первичном обращении. Мы организовали отдельный вход на обследование на компьютерную томографию. Пациенты приходили с направлениями от терапевтов. Проводилась компьютерная томография пациентов, после чего в совокупности с клиникой, в совокупности с критериями осматривался пациент терапевтом и давались рекомендации для активного лечения и наблюдения на дому. На домашнем лечении находятся пациенты, у которых нет высокой температуры и других тяжелых проявлений. Во внимание принимается и наличие в окружении заболевшего людей из группы риска, пожилых или страдающих хроническими заболеваниями. Пациенты домашнего стационара обязаны соблюдать режим самоизоляции. Им выдается необходимый комплекс лекарственных препаратов. Регулярно больных навещает мобильная бригада врачей. С мая по настоящее время в домашних стационарах пролечили около 250 человек. Ульяна Пятакова, Николай Скворцов, Республика. На очередном заседании Чебоксарского городского собрания народные избранники отчитались о проделанной работе и наметили задачи на ближайшую перспективу. Сегодня задача органов местного самоуправления создание благоприятного инвестиционного климата и пополнение доходной части бюджета. Кроме того, депутаты стараются поддержать инициативы граждан, которые могут повлиять на развитие города. Практически мы сегодня отчитались за все пять лет работы депутатов 6-го созыва городского собрания депутатов. Впереди выборы. И поэтому надо нам было определить ту черту, после которой появляется моральное право идти дальше. В этот срок было введено 20 детских садов. Сдано 436 тысяч квадратных метров жилья в 2019 году только. Это рекордное количество квадратных метров. Депутаты всегда были со своими избирателями. Депутатский корпус в прошлом году провел 10 заседаний, приняв 82 решения по формированию и совершенствованию нормативно-правовой базы города. Об итогах социально-экономического развития города Чебоксары рассказал и глава администрации Алексей Ладыков. В городе реализовывалось 69 инвестиционных проектов по общей стоимостью около 20 миллиардов рублей. С созданием более, или около, с созданием около 4 тысяч новых рабочих мест. В рамках реализации инвестиционных проектов именно в 2019 году было создано около 300 рабочих мест. В ближайшие годы продолжится реализация 80 инвестиционных проектов по общей стоимостью 21 миллиард с созданием 3,5 тысяч рабочих мест. 2021 год будет посвящен трудовой доблести строителей сурского оборонительного рубежа на территории Чувашии. Об этом еще в День Победы объявил в Рио главы Чувашии Олег Николаев. Именно в следующем году исполняется 80 лет со дня начала строительства оборонительных сооружений на территории Чувашии. Фекла Ракова уроженка Мариинско-Посадского района попала на строительство укрепительных сооружений в 16 лет. Она была одной из 200 тысяч человек, которые, не жалея себя, возводили защитные линии длиной 380 километров. Большинство из этих людей – женщины и дети. Окопы рыли зимой. В лаптях было очень холодно. Они наполнялись снегом и леденели. Но мы терпели и работали с самого утра до поздней ночи. Ни лопату, ни лом из рук почти не выпускали за все это время. Работать приходилось в крайне тяжелых условиях. Зимой 1941 года столбик термометров опускался ниже минус 40. Мерзлую землю отогревали кострами. Только после этого можно было пользоваться ломами и лопатами. Моей маме было 31, когда она приехала в село Покровское на стройку. Во время работы она очень сильно застудила спину. Из-за этого на ее спине вышло сразу 40 фурункулов. Помню, что она не могла двигаться, но ей никто не верил. Все равно заставляли работать. Помимо земляных работ приходилось много трудиться на лесозаготовке. Блиндажи и огневые точки возводили из дерева. Всего было построено полторы тысячи землянок и около двух с половиной тысяч дотов. В 2010 году у села Покровское был установлен памятник строителям оборонительных рубежей. Но в Мариинско-Посадском районе уверены, этого недостаточно. Есть, конечно же, необходимость установить информационные стенды по всему нашему Мариинско-Посадскому району. Чтобы люди знали, какой подвиг сотворили в 1941 и 1942 годах девушки молоденькие 17 лет и женщины. Сегодня принято решение установить еще один памятный знак ближе к дороге на видном месте. В данный момент согласовывается проектно-сметная документация. А сам памятник появится к зиме. Александр Соловьев, Алексей Зотиков, Бахтиар Велиев, Республика. Ближайшие два дня в Чувашии могут стать самыми холодными с начала лета. Дневная температура составит всего 15-20 градусов тепла. А ночью воздух будет остывать до плюс пяти. Но уже со среды столбики термометров снова поднимутся выше 20-ти градусной отметки. В ночь на четверг ожидаются ливневые дожди. Температура поднимется до 30-ти градусов. В воскресенье, по прогнозам, к нам придет антициклон. И примерно на две недели установится жаркая сухая погода. Это были новости понедельника. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин